МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашии информационная программа Республика. В студии Юлия Важенина и в этом выпуске. Проверить самим. Депутаты, чиновники, представители бизнес-сообщества попробовали сдать единый государственный экзамен. Развенчанные мифы. В день работника культуры национальное телевидение побывало в гостях у артистов балета. Экономическое возрождение России. Сразу две программы национального телевидения Чувашии стали победителями престижного всероссийского конкурса. Дорожно-транспортная обстановка в Республике. Развитие малого бизнеса в условиях кризиса. Эти и другие вопросы обсуждали сегодня на заседании Кабинета министров Чувашии. В начале заседания вернулись ко вчерашней аварии. Спустя почти сутки после происшествия стали известны предварительные результаты экспертизы. По предварительным данным, вина 18-летнего водителя Шкода Октавия, который не проконтролировал дорожную ситуацию, въехал сзади в грузовую автомашину. Тот, в свою очередь, выехал на полосу встречного движения, столкнулся с микроавтобусом «Пежо». Возбуждено уголовное дело по МВД Чебоксарскому району. За одни только сутки в Республике было совершено 90 дорожно-транспортных происшествий. Большинство из них произошло по вине водителей. Нарушение скоростного режима и несоблюдение дистанции – основные причины возникновения аварий на дорогах, констатировал Олег Яковлев. Говорили на заседании и о развитии реального сектора экономики. Ни для кого не секрет, что доходы бюджета республики напрямую связаны с предпринимательской активностью. В последние годы значительная часть предприятий проводят модернизацию, закупают новую технику, увеличивают производительность труда. Однако скорость производимых изменений пока не может восприниматься как удовлетворительная. В условиях, когда необходимо значительное вложение в бюджетную сферу, возникает соблазн увеличивать фискальную нагрузку на бизнес. На протяжении всего прошлого года бизнес-среду будоражили известия о возможных изменениях в налоговой сфере. Оценка возможных неблагоприятных последствий, активность общественных организаций предпринимателей, влияние Института Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей смогли предотвратить фискальные изменения в законодательстве. Бизнес-эмутсмен отметил, что скачок цен на импортные товары в связи с зарубежными санкциями позволил местным производителям расширить собственное производство. Еще одна тема заседания – эффективная работа многофункциональных центров. У нас стоит задача по исполнению указа по предоставлению государства муниципальных услуг на территории многофункциональных центров. Сегодня мы охватили 68% населения, а задача стоит до конца года довести до 90%. Эту задачу мы выполним. В 2014 году услугами многофункциональных центров воспользовались 200 тысяч жителей республики. По данным социологических опросов, удовлетворенность населения предоставляемыми услугами составляет более 90%. Дарина Игнатьева, Евгений Анисимов, Республика. Благоустройство за Волжье – приоритетная задача, которую ставит перед собой администрация Чебоксар. Здесь годами копились проблемы. В поселке Сосновка состоялись публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания территории в микрорайоне Первомайский. В будущее микрорайона заглянула и наша съемочная группа. В Доме культуры поселка собрались жители, ради которых и задумана реконструкция Первомайского. Специалисты говорят, что проект учел все потребности людей, живущих на левом берегу Волги. По поселку, предположим, Первомайск, у нас существует недостаточность водоснабжения и отсутствие канализации. В этом проекте планировка это все предусмотрено. Проект планировки территорий готовится и в том числе для того, чтобы провести работу по передаче земель из федеральной собственности в муниципальную собственность. Жители поселка смогут приватизировать свои земельные участки. В планах подключение водо-электрогазоснабжения, развитие транспортной инфраструктуры, строительство социально значимых объектов и многоквартирных домов. Проект – хорошее дело. Во-первых, это взгляд в будущее. Это говорит о том, что население должно расти. И для растущего населения нужно какие-то улучшения, переустройство, организация не только жилья, но и прудоустройство. Уже обсудили проекты благоустройства пяти поселков Заволжья. И в каждом из них учитывались общие тенденции, характерные именно для этой территории. Генеральный план развития района предусматривает завершение строительства к 2035 году. Заволжская территория предназначена в основном для рекреационной деятельности. И генпланом предусмотрено, что к 2035 году почти в 10 раз увеличится численность населения. Эта территория тоже будет одним из мест для привлечения, во-первых, отдыхающих, во-вторых, места приложения труда. В поселке Сосновка уже начато строительство первого многоквартирного дома. Так что начало большой работы положено. Татьяна Леонтьева, Андрей Спиридонов, Республика. Фитнес-аэробика в последнее время приобретает все большую популярность. Глава Чувашии сегодня встретился со спортсменами. В эти дни девушки усиленно готовятся к престижным соревнованиям. В Дом правительства они пришли сразу после тренировок, что называется, при полном параде. Эти девчонки подают большие надежды, отмечает их руководитель Оксана Вербина. Несмотря на юный возраст, спортсменки уже одерживали победы на городских и даже республиканских соревнованиях. Именно они в прошлом году принимали участие в массовых зарядках со звездой и других масштабных проектах. Глава региона поблагодарил ребят за упорство и пожелал им двигаться только вперед. Заниматься этим видом спорта действительно непросто. Во время тренировок девушки преодолевают по несколько километров на беговых дорожках. Но такие нагрузки приносят свои плоды. На чемпионате Приволжского федерального округа они завоевали первое место. Впереди отбор на российское и мировое первенство. У нас ближайший старт, это получается май, чемпионат Европы и сентябрь-октябрь, чемпионат мира. Наша цель все-таки быть первыми на мире. Это очень важно. К чему мы работаем? К тому, чтобы заявить и о спорте, и о Чувашской республике, и о том, чтобы наше поколение дальше росло и стремилось к чему-то, к тому, чтобы быть лучшими. И дальше, когда человек занимается спортом, он и учится хорошо, и тренируется, и все успевает. Да, детки? Да. Сразу две программы национального телевидения Чувашии получат дипломы Всероссийского конкурса «Экономическое возрождение России». Его проводит Торгово-промышленная палата совместно с Союзом журналистов страны. Победу телеканалу принесли проекты «Качество» и «Бизнес-среда». За два года авторы программы «Качество» научили зрителей выбирать качественные колбасы, молоко, минеральную воду, кондитерские изделия и хлеб. Мой коллега Дмитрий Ковалев побывал на многих предприятиях республики, чтобы выяснить, как на них налажен производственный процесс. Оценивать продукты журналистам помогают специалисты аккредитованных лабораторий. Не остались без внимания создатели проекта и эксперты, внедряющие на заводах системы менеджмента качества. Такой теме были посвящены сразу несколько выпусков программы. Передача «Бизнес-среда» и его ведущие Регина Кубайкина знакомят зрителей с последними экономическими новостями страны и республики. Героями программы становятся предприниматели, которым удалось создать с нуля собственное дело. Оба проекта создаются при поддержке Министерства экономического развития республики и региональной торгово-промышленной палаты. Программы национального телевидения одержали победу в номинации «Лучшие региональные средства массовой информации». В этом году на суд жюри Всероссийского конкурса было прислано более 500 работ, но дипломантами стали только 23. Так что конкуренция была серьезной. Церемония награждения победителей состоится в Москве 23 апреля. Сегодня день работника культуры в столице Чувашии состоялось традиционное торжественное собрание. Культура – как неотъемлемая часть жизни нашего общества. Она просвещает, воспитывает и объединяет времена и поколения. Мы должны сохранять все эти обычаи, традиции, уклад шувашкого народа. Мы должны привлекать и зрителей, и телезрителей на разных площадках наших учреждений культуры показывать свое достоинство, свое мастерство, вовлекая молодых людей, зажигая их. Культура – это вообще наше общество. Это мы с вами. С совестью и честью назвал своих коллег министр культуры Вадим Ефимов. И вы, работники культуры, знаете это как никто другой. Именно вы своим творчеством задаете стандарты эстетического воспитания. Вы развиваете вкус и идеалы подрастающего поколения. Вы вносите значительный вклад в нравственное воспитание населения республики. Профессиональный праздник – профессиональные награды. Почетные грамоты и благодарности получили лучшие в своей сфере. Андрей Барабанов стал заслуженным работником культуры Чувашской республики. Он работает в МЧС, а все свободное время отдает песни. Ансамбль «Служу Отечеству» хорошо знают в республике. У каждого человека живет в сердце какое-то зернышко, которое рано или поздно расцветает, прозрастает. И вот, наверное, творчеством заниматься меня подтолкнула еще и служба в Афганистане. Руководство республики выразило свое уважение к моему творчеству. То я, конечно же, безмерно рад и счастлив. В этот день подарок прямо на сцене получил коллектив республиканского дворца культуры и народного творчества. Ему подарили автомобиль, а вместе с ним и возможность выезжать в районы республики и за ее пределы. Татьяна Леонтьева, Евгений Анисимов, Республика. Есть некоторые профессии в культурной среде, о которых обывателю известно мало. Одной из них является балет. Приоткрыть завесу в этот мир решила наша творческая группа. Мы отправились прямо за кулисы Чувашского государственного театра оперы и балета. В балете царит постоянная вражда. Нередко в пуанты подсыпаются стекла, рвут балетные пачки и всячески пакостят. Так ли это? В преддверии дня работнику культуры национальной телевидении Чувашии решила развеять все мифы о балете. Знаменитое Лебединое озеро, прославленные имена артистов балета, новые звезды. Большинство почитателей этого вида искусства знает и помнит Плесецкую, Семенову, Волочкову и Цискоридзе. Интерес к этому виду искусства подсклеснул не так давно вышедший фильм «Черный лебедь». В нем, как и в жизни, немало мифов. И, пожалуй, самый популярный – это жесткая диета, на которой сидит практически каждая балерина. Ходят слухи все, что все девушки в балете сидят на очень жесткой диете. И даже некоторые страдают анорексией. Правда ли это? Очень редко такое встречается сейчас. Понятное дело, я ограничиваю себя. Излишне сладкое, излишне муручное не ем. Но так особо нет. Этой точки зрения придерживается и художественный руководитель балета. Это миф о том, что балерины не едят. Балерины едят много, поскольку они теряют очень много. И можно за спектакль потерять до килограмма-полутора веса, в зависимости от того, какой по сложности был спектакль. Естественно, кушать хочется. И очень многие импресарию распространенные среди них заблуждения, что если вы едете на гастроли, то вам особо, наверное, кормить вас не надо. Я говорю, нет, нас кормить надо. И надо кормить не как обычных людей, а больше. Потому что едят балерины, как все. В балет приходят в детском возрасте, поэтому еще один миф – жесткий диктат родителей. Ведь в 10 лет ребенок не может сделать осознанный выбор. Однако время показывает, что никто из артистов о своем выборе не жалеет. У меня было счастливое детство. Ну, уходит детство, потому что не в ту сторону. Уже с детства начинаешь работать. Ты не можешь гулять там, куда хочешь ходить, отдыхать. Это хорошо, я думаю. Это вырабатывает сила воли уже с детства у детей. Красота и грация требуют многочасовых, ежедневных тренировок до 27-го пота и полного изнеможения. Ведь хочется стать лучшим в любимом деле. Такие, по сути, обычные человеческие качества, как зависть, склонность к сплетням и интригам, по слухам в балете особенно ярко выражены. Как оказалось, это тоже миф. У нас в театре нет такого. У нас очень хороший дружный коллектив. Стекла и всего остального у нас нет. Все дружно живут, друг другу помогают в тяжелых случаях, когда травма, что-то еще. Нам помогают, нам мази дают, нам бинты сейчас берем. Ну, помогают по всем. Атласные туфельки-пуанты – важнейший рабочий инструмент балерины. За один спектакль солистка иногда меняет их по три раза. Так, например, звезда дореволюционного Мариинского театра Ольга Списивцева на репетициях и выступлениях станцовывала за сезон по две тысячи пар. Эти внешне безобидные туфельки обыватели тоже считают настоящим пыточным инструментом. Так ли это? Обувь, которая была раньше, она действительно очень портила ноги, ногти и пальцы. А обувь, которая сейчас производится, она не так портит ноги. Раньше делали из гипса, а сейчас из пластика делается. И она сама по себе мягче, внутри обувь и удобнее. Так что все мифы развенчаны. И если балет – ваш любимый вид искусства, то в очередной раз прикоснуться к прекрасному вы сможете, побывав на 19-м международном балетном фестивале. Он пройдет в столице Чувашии с 22 по 26 апреля. Юлия Важенина, Николай Яковлев, Республика. Почувствовать себя в шкуре старшеклассников смогли сегодня депутаты, чиновники, представители бизнес-сообщества и вообще все желающие. В рамках акции «Литература на отлично» чебоксарцам представилась возможность написать пробный ЕГЭ по литературе. О шпаргалках и настроениях перед экзаменом узнавала Ольга Пырочкина. В аудиториях видеокамеры, на входах металлоискатели – все по-настоящему. Телефон в аудиторию не смогли пронести даже журналисты. Но желающие сдать ЕГЭ по литературе не жаловались, они рассчитывают только на себя и в знаниях, полученных еще в советское время, судя по всему, не сомневаются. Отец четырех детей. Мне самому интересно пройти этот тест. Об этом очень много говорят, о ЕГЭ. В мою бытность этого не было. И поэтому мне очень любопытно, насколько сейчас какие дают знания и то, что было у нас. Потому что у меня уже почти 33 года назад я закончил школу. Несмотря на то, что за партой большинство участников экзамена не садились много лет, корпеть всю ночь над учебниками и писать шпаргалки не стали. Как шутят, перед смертью не надышишься. То же самое, что за короткий промежуток времени невозможно повторить все, что забыто. Я думаю, что все, что есть, это со мной. Волнуюсь, потому что надо ко всем экзаменам готовиться тщательно. И мы привыкли всегда тщательно готовиться ко всем экзаменам. Но сейчас мы вот так пришли попробовать свои силы. Помним, чему нас учили, какие сейчас подходы. Пока сам не попробовал, трудно о чем-либо говорить. А детям сейчас приходится очень много учиться. И какие трудности их трудности, вот мы сейчас испытаем на себе. Чувашия стала третьим субъектом страны после Москвы и Хантамансийского автономного округа, где прошла акция «Литература на отлично». Но то, чтобы вспомнить художественные приемы, фамилии героев, произведения, жанры литературы, написать сочинение участникам отвели несколько часов. Запрещается пользоваться справочными материалами, кроме тех, которые установлены в тексте КИМ. Перемещаться по пункту проведения экзамена во время экзамена без сопровождения организатора. Во время проведения экзамена запрещается разговаривать, вставать с мест, пересаживаться, обмениваться любыми материалами и предметами. Цель акции, конечно, не уличить взрослых, состоявшихся людей в незнании русской литературы. Задача стояла совсем другая. Обратить их внимание на плюсы и минусы такого способа проверки знаний выпускников. Сегодня у нас среди участников, в коих набралось около четырех десятков, есть, как вы правильно отметили, не только представители администрации, это депутаты Чебоксарского городского собрания депутатов, депутаты госсовета, кроме того, это представители родительской общественности, кроме того, это общественные деятели, блогеры. Нам кажется, что именно в таком формате мы имеем возможность показать абсолютно всем заинтересованным сам формат ЕГЭ. Результаты экзаменов обработают, и тогда станет понятно, оправдает ли акция литературы на «отлично» свое название. Однако узнают об этом только организаторы и сами участники. Результаты экзаменов, информация конфиденциальная и в открытом доступе не появится. Ольга Бырочкина, Сергей Рябчиков, Республика. Массовую драку молодежи в Чебоксарах накануне удалось пресечь полицейским. О скоплении агрессивно настроенных людей за гаражами по проспекту трактора строителей сообщили жители. В итоге выделение полиции доставили более 20 человек. Кстати, учащаяся молодежь не впервые собирается для решения конфликтов подобным образом. Подробнее в материале наших коллег из пресс-службы МВД. В Чебоксарах полицейским удалось пресечь массовую драку молодежи. Примерно в половине девятого вечера в отдел полиции номер три у МВД России по городу Чебоксары поступило сообщение о скоплении агрессивно настроенных людей за гаражами по проспекту трактора строителей. Туда были направлены ближайшие экипажи полиции, которые доставили в отделение более 20 человек. Учащаяся молодежь в Чебоксарах не впервые собирается для решения конфликтных ситуаций подобным образом. И полиция старается вмешиваться сразу, чтобы не допустить массовых беспорядков. Когда человек один, когда человек компании небольшого количества людей, двух-трех, он думает немножко по-другому. Он способен более здраво, более трезво мыслить, эмоции не перехлёстывают. Когда же он попадает в более широкую аудиторию, там, естественно, уже присутствуют несколько иные элементы мышления, так называемый элемент толпы. Не исключаем, что при подобных сборах молодых людей могут присутствовать провокаторы, которые могут выдвинуть идею, оказать какое-то неповиновение. Злостное неповиновение сотрудникам полиции могут какие-то иные предложения по нарушению общественного порядка. Естественно, всё это влечёт за собой последствия. К примеру, студент из Чебоксар, который приехал на автомашине, чтобы забрать участников одного из таких сборов, был осуждён за насилие в отношении полицейского. Он не подчинился требованию инспекторов ГАИ и провёз полицейского на капоте. У детской книги не детские проблемы. Сегодня в Чувашской республиканской детско-юношеской библиотеке состоялась литературная дискуссия. Тема «Детская книга» – это воспитание или развлечение. Высказать свою точку зрения пришли школьники, родители, учителя и, конечно же, детские писатели Чуваши. На встречи побывала и наша съёмочная группа. По исследованиям социологов, среднестатистический россияне в день уделяет книге всего 9 минут. А ведь Советский Союз входил в число самых читающих стран мира. Президент нашей страны отметил такую особенность, что, к сожалению, россияне стали очень мало читать. И, конечно, встаёт проблема. В чём же это выражается? Или литература неинтересная, или дети перестали читать, или есть какие-то другие реалии, о которых мы, может быть, не знаем. Специалисты считают, что негативно на чтении отразились развивающиеся с огромной скоростью различные медиа и интернет. Однако духовные ценности, которым так богаты книги, не заменят никакие технологии. Порой даже родители не готовы вложить в детское сознание набор нравственных критериев. Конечно, воспитание, конечно, развлечение. Но, в первую очередь, это обучение. Обучение самих родителей правильно выбирать книгу и правильно поставить вопрос, как читать, что читать и когда читать. Вот если в семье с появлением же ребёнка вместе с игрушками появляются маленькие книжки, и маленький человечек видит их своими маленькими глазками и входит в мир книги уже осознанно и неосознанно, то вот здесь и зарождается любовь к чтению. Детская литература и воспитывает, и в то же время заинтересовывает детей своими развлечениями, так скажем, картинками, иллюстрациями. Я думаю, прежде всего ребёнка привлекают к детской литературе это картинки, а затем уже текст, и далее только содержание текста воспитывает ребёнка. Читающие дети, по словам самих же учителей, отличаются большей любознательностью и нестандартным мышлением, а беседы с ними проходят намного интереснее. Так что на первый план всё же выходит воспитание, а потом развлечение. Екатерина Абрамова, Сергей Рябчиков, Республика. Таким был этот день глазами корреспондентов национального телевидения. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин